Привет, ребята, с вами Ультрас, Азурлейн, и сегодняшним этим видео является первый взгляд на новые корабли, добавленные вместе с серверным боссом и вентом, который называется Angel of the Iris. С самого начала рассмотрим авианосец золотой французский Жофре, хотя я хочу называть его Джофри. Статы видите на экране, добротные, нормальные, приемлемые, конечно, немножко уже, знаете, разбаловались, привыкли видеть офигенные какие-нибудь разнообразные позиции на поводу того, что можно поставить файтера, можно поставить бомбардировщика в один слот, здесь все весьма по-обычному, по-стандартному, никаких огромного количества позиций нам тут, к сожалению, не дают, а мы привыкли. Но по статам авианосец смотрится классически, добротно, нормально, обычно. Скилл первый, урон плюс 15%, просто вот так ни сфига, просто тупо урон, весь урон, то есть это не авиационный стат, а просто повышение всего, в принципе, урона, который будет с него выходить. И далее идет отличие, если находится в верхнем положении при авиаударе, то вызывает дополнительно барашь истребителей, а если на нижней позиции, барашь торпедоносцев. Ну, грубо говоря, вот смотрите, флагман, он стоит посередине в мейне, если смотреть от флагмана, то если право, то есть на удалении от вас, то получается будет барашь истребителей. Это нужно брать в какой-нибудь там карелокации, где много самолетов вражеских летают, все больно, плохо и ужасно. И, соответственно, если на нижней позиции, то есть слева от флагмана, который стоит по центру мейна, ближе к нам, соответственно, это уже будет барашь торпедоносцев, это будет для большего урона. Подобная вероятность смотрится очень интересно и что-то в этом, что называется, есть. Но сами цифры барашей пока что мы не знаем, потому что все эти цифры нужно будет потом посмотреть в китайской или каком-нибудь англоязычной википедии, где нам уж точно их покажут. Скилл второй. Авиационный стат плюс 15%. То есть, по сути, авиационный стат вырастает на 60 единиц, 480, весьма добротно, как по мне. Шанс крита плюс 20%. То есть, она будет чаще носить критический урон, потому что у нее шанс крита ни сфига просто плюс 20%. И урон критических попаданий плюс 25% против врага с уровнем здоровья ниже 25% от максимального. Грубо говоря, она начинает жестче критовать напротив чуваков, противников, у которых уже одной ногой в могиле не находится, точнее совсем мало хп, а она работает на добивание. Интересная идея, как по мне. Плюс 25% урона крита. Это, по сути, белая пуля из коршопа, но здесь она работает у нее в качестве скилла. Мне кажется, это очень крутая идея. Если есть противник с менее 25% хп от максимального при авиаударе, запускает бараш. То есть, она еще и бараш дополнительно запускает, если противник будет полудохлым. Бонусы шикарные, скилл интересный. Я думаю, она может стать на жерфре, стать просто офигенным приятным авианосцем, потому что она рассчитана на достаточно большой урон, мне так думается. Конечно, цифры пока еще мы не знаем, мы не насчитали, но я думаю, что у нее есть потенциал стать хорошим дамагером. Французский смитц, Эл-Ин-До-Ма-Пла-Лат-Эбл. Надеюсь, я правильно ее прочитал. Все на ваших глазах есть буквы написаны, так что сами прочитайте. Статы видите на экране. Статы у нее добротные. Высокая скорость. Огромное уклонение. Торпедный стат невысокий. Огневая мощь у нее добротная, то есть получается она будет играть от ствола, потому что у торпед даже эффективность достаточно низкая, 125%. В свою очередь, как у пушки, у нее эффективность слота 150, то есть урона должна жахать довольно много. Первый скил. Каждые 5 секунд стреляет специальным снарядом и увеличивает себе огневую мощь и торпедный стат на 8%. И максимум стакается 3 раза, то есть получается урон от ствола будет еще более жестким. И враг, который получил урон от специального снаряда, принимает на 15% больше урона от орудий и торпед L-Indomitable. Представляете? То есть это очень круто, это очень замечательно. То есть она должна жестко дамажить. И еще сама себя начинает разгонять. То есть выходит, что в одну цель она должна жахать очень больно. И каждые 4 выстрела специальным снарядом запускает бараш и уменьшает получаемый по себе урон на 20%. Бараш по сути тоже весьма синглтаргетный, то есть получается она рассчитана для нанесения жесткого урона в одну цель. Мне это нравится. И второй скил. Ну тут уже будет совсем жестко, приготовьтесь, нужно будет много подумать. Второй скил. Уклонение плюс 15%, то есть по сути уклонение у нее становится уже 300. Когда получает смертельный удар, выживает и уклоняется от всех атак в течение 2,5 секунд. И выбирает один из 4 эффектов решимости. Как я понимаю, рандомно они у нее появляются. То есть когда ее прибили, 2,5 секунды она живая. И один из 4 бафов может на себя наложить. Это либо огневая мощь плюс 10%, либо торпеда плюс 20%, либо точность плюс 15%, либо перезарядка плюс 20%. Звучит круто. Если у другого корабля авангарда хп упало ниже 30%, то этот эсминс получает рандомный эффект решимости, то есть вся эта механика называется решимость. И лечит этот корабль на 8% от его максимального хп. А корабли класса Le Fantasque, ну грубо говоря французские эсминсы, получают лечение на 5% больше, то есть получается будет лечить уже на 13%. И максимально срабатывает 1 раз за бой. Приятная, неплохая хилка, добротно. Но вы запомнили 2 раза решимость. То есть когда она сама огребает урон смертельный, то врубается эффект решимости. И также когда союзник на ее глазах падает хп меньше 30%, то он тоже получает эффект решимости. Запомните, это важно. И последнее, где самая главная собака зарыта, когда эсминс, у него стакается эффект решимости, она умирает через 2,5 секунды. В противном случае лечит себя на 8%. Так, вот это уже нужно обсудить подробно, потому что эта фраза всломала мне мозг. И на японском и на китайском пишут примерно одинаково. Что это такое? Как это объяснить? То есть как я это понял, я не знаю правда ли это, стакаться в смысле 1 плюс 1, то есть 2 стака это уже стак. Я так понимаю? То есть получается, допустим, она получила смертельный урон, выжила и получила решимость, вот этот вот один из бафов 4, да? После этого на ее глазах она получается увидела, как ее союзник, у него хп упало меньше 30%, она снова получила решимость. И получается в эту же секунду она умирает. Потому что типа на ней теперь висит 2 стака решимости. И я так понял. То есть больше 2 стаков здесь как бы не набрать. Но я не понимаю, как бы, как, что, каким образом. Хотя с другой стороны может и набрать. Потому что первый скилл не указано, что только один раз бой может активироваться. Это второй скилл, где она хилит, там указано один раз за бой. А у первой части вот этого скилла указано, что она просто получает эффект решимости. То есть она может агрести в предмертном состоянии, потом вылечиться, допустим, каким-нибудь хилером, и потом снова агрести до предмертного состояния, тоже будет эффект решимости. Так это понимать? Она все равно умрет. То есть это какая-то странная фигня. В обычных условиях хп кораблей все равно не падает настолько сильно, чтобы у нас была реально такая большая проблема. Но в каких-то сложных локациях может такое возникнуть, что она получит смертельный урон и выживет. А после этого союзник, у него хп просядет меньше 30%. Но я не понимаю, тогда фразы, когда стакаются эффекты решимости, она умирает через 2,5 секунды, в противном случае лечит себя на 8%. В смысле, в противном случае. Что эта фраза вообще значит? Как? То есть она получила смертельный урон, она увидела, как союзник получил небольшие поражения, у хп упал меньше 30%, и она сразу умирает. А тогда что за противный случай? Загадки, ребята. Огромное количество загадок. Это непонятная фигня. Очень непонятная. Веносил Жофре гораздо более веселый и прикольный. Тут просто я не понимаю, что она делает. То есть это что? Это как это перевести вообще в принципе? Пишите, пожалуйста, свои мысли. Я озвучил свое предположение, но будет это правда или нет, это уже дело десятое. И легкий крейсер. Английский Enterprise. Фиолетовые редкости. Статы у нее. Ну, если так-то подумать, неплохие. 120 уклонения, 3600 хп, 300 торпедного стата. К тому же у нее вот торпедная эффективность высокая, эффективность основного слота высокая. Нельзя ставить на нее пушки тасминцев, конечно, весьма печально. Но, что называется, переживем. Много ПВО. Даже кто-то может против подводных лодок. Как по мне, достаточно приятный корабль. Но все-таки фиолетовая редкость, разработчики обычно над ними особо не упарываются. Первый скилл. Урон торпедного оружия плюс 15%. То есть тупо финальный урон будет плюс 15%. Шикарно. И урон против эсминцев и торпедных катеров еще плюс 15%. То есть, получается, в сумме у нее с этого скилла уже будет плюс 30% урон торпедами против эсминцев и торпедных катеров. Торпедные катера, это, наверное, не такая же плохая идея. Все, все неплохая идея, короче. Только еще нужно попасть по вот этим вертлям, кораблям, этими торпедами. Но так, в принципе, неплохо. Второй скилл. Получает на 10% меньше урона от снарядов и торпед вражеских эсминцев. То есть она как бы такой эдакий убийца эсминцев, да, она так себя позиционирует. Каждые 20 секунд скорость плюс 5 и огневая мощь плюс 20% в течение 10 секунд. То есть она постоянно себя разбафывает. У нее средняя скорость 33 плюс получается будет еще плюс 5 будет уже 38 и огневая мощь вырастет по сути на 30 единиц до 180, что весьма приятно. Получается она становится сильнее периодически со временем. То есть каждый 20 секунд, баф на 10 секунд, то есть по сути половину боя она будет в более усиленном состоянии. Мне кажется, у нее есть потенциал стать достаточно неплохим кораблем. Я не говорю имба, конечно же, но по сути она может, что называется, делов натворить. Теперь касательно нового эквипа, который так или иначе будет доставаться с новой активности, с нового ивента, серверный босс. Во-первых, истребитель Дивотин Д-790, фиолетовые редкости. Все видите на своих глазах, фиолетовый самолетик, ну я не знаю как бы. Это, как я понял, его чертежи будут падать на зачистке серверного босса. Ну если да, ну окей, конечно, но что-то я не вижу какую-то жуткую имбу или типа того. И второй самолет, его зовут Брегуэт БР-810, это торпедоносец. По сути, по статам это как барракуда, только перезарядка чуть-чуть быстрее. И, что гораздо важнее, она может перехватывать вражеские самолеты, как виверна. Вот это уже прикол интересный, потому что это достаточно необычно. Не каждый раз такое увидишь и то, что нужно перехватывать. Ну, виверна-то есть не у всех. Торпедоносец на зачистку, в принципе, многие барракуды до сих пор используют, у кого нету виверны. Поэтому это нормальная идея. И плюс еще приятный бонус будет давать. Мне нравится. В Коршопе появится новая пуля, снаряд на линкоры. 6 CRH AP Shell. Что же он делает? Она поднимает огневую мощь. Она поднимает точность. Весьма добротно, весьма приятно. Купить ее можно будет, начиная с 1 июля. Конечно же, там ее баф не стакается. А что же у нее за баф такой? Рассказываю. При экипировке на английские корабли, плюс 30% критического урона от главного калибра. Именно на английские корабли. Это очень важно. То есть, по сути, на британские корабли в идеале можно будет ставить вот эту вот желтую пулю, специальную английскую, белую пулю. И имейте сверху 55% критического урона и точности побольше. Весьма интересная идея. Непонятно, почему так сделали именно только для англичанок. Почему остальным такую не сделали? Поэтому, если использовать английский линкор в большом количестве, можете попробовать. Я думаю, это интересная идея. Потому что обычные белые и черные пули, они не стакают вот свой баф. Они статы стакают, а баф не стакают. И последняя вещь. Angel Faser. Это дополнительное старяжение. Они скайпировали, я понимаю. При экипировке на французские корабли, через 30 секунд после начала боя, лечат владельцам 3% от максимального ХП. Максимум одно срабатывание за бой. 3% немного, но все-таки доп. экипировка. И к тому же она бафает уклонение и авиационный стат. По сути, это паровая катапульта с бафом на уклонение. И с небольшой хилкой. Но не то, чтобы это было супер круто, но плохо сказать нельзя. Интересная вещица, которую, я понимаю, нужно будет ставить на Жофре. Ну, также еще есть Берн, но, ребят, ну, камон, как бы, потому что серьезные люди. Ну, в принципе, можно будет использовать. Посмотрим, что же получится. Посмотрим. По сути, какой вывод можно сделать из всего этого происходящего? Корабли смотрятся интересно, но крутить гачо, когда скоро уже будет в сентябре 5-е годовщина японского сервера с радужным кораблем. Но если у вас много кубов, можете попробовать. Лично я все-таки крутить не хочу, потому что кубов у меня не то, чтобы супер много. Я хочу все-таки накопить на гарант для Японии, японской годовщины. Но если у вас много кубов, можете поэкспериментировать, попробовать. Мне интересно было бы узнать, что эти корабли будут из себя представлять. Но пока что они не смотрятся плохими, не смотрятся интересными. Не нимбами, но интересными. Хотя все-таки у Жефре есть, я думаю, вполне основания стать чем-то таким прям удивительным. И скилл, который мы не смогли расшифровать у эсминца, Линда Митабл, это, конечно, интересно. Потому что она, как я понимаю, может делов натворить. Но вот только все-таки нужно, чтобы нам понятно объяснили, что же это скилл у нее значит. В принципе, это все, что могу сказать по данному вопросу. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Сегодня в 6 вечера у нас будет стрим по Азур-Рейну. Будем как раз вкатываться всю эту тему и смотреть, что что-то нового добавили. И в 8 будет стрим по Аркнайдсу и вент на Гнозиса. Всего хорошего, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok